Вы знаете, когда я готовил свою презентацию, ну и я готовил сказать, что такое большое спасибо, что пригласили, я из Румынии, у вас прекрасный город и так далее. Ну, сейчас надо это изменить, наверное. Я из Румынии, и буду говорить от Бухареста, от Института онкологии. Спасибо. Вот это мой родной город. Здесь я все время нахожусь и живу, и работаю. Но у меня есть друзья в разных странах, надеюсь, и здесь новых приобрету. Я работаю в Институте онкологии и в Университете медицины, провожу очень много операций и очень много хирургии рака молочной железы. Но это все было раньше, сейчас цифры эти меняются. Сейчас их в половину меньше, того, что здесь написано. В год было 8 тысячи, а сейчас в половину меньше практически. То есть нация выздоравливает потихоньку, я могу сказать. Но есть, можно сказать, пики и падения. То же самое, как и во всем это касается и РМЖ. Будь то радикальная мастектомия, консервативная, профилактическая, онкопластика и так далее. Если мы не знаем, в каком направлении мы дальше еще пойдем, в будущем, очень важный переход был от мастектомии к консервативному лечению, и сейчас мы уже можем получить прекрасные косметические результаты, хороший местный контроль, повышается выживаемость. Но иногда невозможно это сделать. Невозможно органно-сохраняющее также хирургии. Ну, приходится прибегать к мастектомии. Просто иногда, просто мы не можем прибегнуть к консервативному лечению. И должны что-то еще добавлять. Я не считаю, что это хорошая идея, чтобы было одностороннее консервативное лечение пациенток с унилатеральной, то есть односторонним ракомолочной железы и патологическими мутациями, потому что было задокументировано, что там очень высокий уровень контролатерального ракомолочной железы и очень высокий уровень местных рецидивов. Я думаю, что консервативное лечение будет главенствовать, но не совсем все так. И профессор Бахатер так говорит, потому что есть много случаев сейчас мастектомии, не только унилатеральных, но также и билатеральных, для профилактики. И это наблюдение было подтверждено многочисленными исследованиями, которые показывают возрастающую важность мастектомии в Соединенных Штатах и не только, а во всем мире также на протяжении достаточно короткого периода времени, буквально вот пары десятков лет. Это удвоилось и утроилось, это количество. Из-за чего? Из-за МРТ, из-за технического тестирования на геноберсиай, а геноберсиай-2, мутации ангелина, эффекта Анжелина Джоли, реконструкции груди, а также, конечно же, из-за финансовых вопросов, и из-за последствий, и из-за успеха этого онкохирургии, пластическая хирургия. Все это, конечно же, делается для того, чтобы достичь хороших результатов реконструкции молочной железы. Это цена, которую мы оплатим за успех. Почему? МРТ, и все чаще и чаще это делается, даже если хирург скажет, надо делать МРТ, даже если кто-то скажет, не надо, а другой врач скажет, нет, все равно надо. Да и пациенты часто сами просят, что им сделали МРТ, и все еще проблемы, связанные с МРТ, как вы знаете, достаточно хорошая чувствительность, но низкая специфичность. И мы должны делать очень большое количество ненужных мастектомий, потому что мы никогда не можем подтвердить окончательно последствия или подозрения, что речь идет о злокачественной опухоли, или что опухоль многоцентровая и многоочаговая. Сейчас, главным образом, мы ведем речь о мутациях БРС и очень, или БРАК, как мы говорим. Если это унилатеральные РМЖ и патогенные мутации БРК, наверное, нужна билатеральная мастектомия. Наверное, это будет лучшим выбором в таком случае. Я обсуждаю и другие детали. Но вот первый вывод, который напрашивается, я полагаю, что мы должны именно это запомнить при таких мутациях БРК гена. И, конечно, дальше это и она мне с пациентом. Если это что-то еще, а тем более если это мутация гена БРК, то, конечно же, это будет мастектомия. Вы знаете, средний риск для женщины, если будет контрлатеральный РМЖ, это будет довольно низкий. Но билатеральная профилактическая мастектомия снижает риск, когда этот риск высок, если это мутации БРК-1 или БРК-2. И одна из причин, почему вот именно при таких мутациях сбирается контрлатеральная мастектомия или билатеральная мастектомия для унилатерального рака молочной железы. Это результат немедленной, одномоментной реконструкции, не только пластической, но всех видов реконструкции одномоментной или отсроченной, которые могут улучшить косметический исход. Молодая женщина, унилатеральный РМЖ, мутации гена БРК, высокий жизненный риск контрлатеральных РМЖ. Я полагаю, решение было такое в этом случае. Билатеральная мастектомия с одномоментной реконструкцией. Другой случай. Но представьте, если мы не можем произвести одностороннюю мастектомию, сложно сделать онкопластику. И это сложный случай, но получается тут большой очень кожный покров. И как раз здесь это можно использовать как преимущество для хорошего покрытия протеза, чтобы вот такой был окончательный результат. Эта женщина выглядит, конечно, таким образом гораздо лучше. У нее была мастектомия правой стороны по раку и профилактическая мастектомия с другой стороны. А как я вам говорю, благодаря таким результатам контрлатеральная мастектомия – это мечта пациента. То есть это зависит от пациента. Они этого часто хотят. Но они не осознают, что могут быть осложнения. Если делается мастектомия и одномоментная реконструкция, то могут удвоиться осложнения. Буквально удвоиться. И если происходит такое, то это уже очень серьезная проблема. Потому что этой женщине пришлось сделать еще одно хирургическое вмешательство. И онкологическое лечение, наверное, будет отложено. Это может повлиять даже на выживаемость. Контрлатеральная мастектомия при унилатеральном РМЖ лечится с помощью мастектомии. Иными словами, если вы проводите только консервативное лечение, если это возможно, и риск контрлатерального рака молочной железы невысок, то консервативное лечение является общепринятой практикой. В чем же мы здесь достигли прогресса? Самое важное – это снизить риск контрлатерального рака молочной железы. Хочу подчеркнуть еще одну вещь. Я это не документировал, но я просто помню это из своей практики. Многие пациенты, которых я лечил по унилатеральному раку молочной железы, и по большей части случаев это было консервативное лечение, и они приходят к врачу по поводу контрлатерального рака молочной железы на более поздней стадии, уже после дебюта первого рака. И не знаю почему. Наверное, потому что надо делать скрининг после лечения. Но, может быть, они боятся снова проходить эту хирургию и лечение. И обычно я вижу пациенту уже с повторным раком. Позднее – это контрлатеральный рак. И иногда, вот первое при дебюте было консервативное лечение, а во втором случае уже мастектомия. И последняя фраза здесь – снижение смертности от РМЖ. Контрлатеральная мастектомия, которая делается для профилактики, она не снижает смертность от РМЖ. Выживаемость пациентов с унилатеральным раком молочной железы зависит от эволюции ее существующего рака, а не от профилактической мастектомии. Или, если, допустим, мы не сделаем профилактическую мастектомию, и потом появляется ипсилатеральный рак молочной железы, то профилактическое ничего не решает. Мы должны оценить потенциальный риск контрлатерального рака молочной железы. Это зависит от типа пациентки и от типа опухолей. Мы проводим стратификацию риска для того, чтобы выяснить, когда мы должны подумать о контрлатеральной мастектомии. Безусловное исследование показывает некоторую предиктивную ценность. Когда, скорее всего, можно проводить контрлатеральную мастектомию в этих случаях. И есть также определенные сдвиги здесь. А контрлатеральная мастектомия больше связана с социоэкономическим статусом пациента. Связана также с хирургом, который будет проводить это хирургическое вмешательство. И связана также с тем госпиталем, с той больницей, где проводится это лечение, это вмешательство. Что касается профилактической контрлатеральной мастектомии. Ну, в общем, она может снизить контрлатеральный рак, то есть в случае заболеваемости контрлатеральным раком молочной железы. Если риск очень высок, может быть, он слегка может снизить. Но мы не можем добиться лучшей выживаемости. И если есть здесь преимущество, то оно очень невелико. И, может быть, оно просто только связано с той категорией пациенток, у которых генная мутация генов БРК. Это не повышает выживаемость. Но пациентка должна это знать и должна это понимать. И также пациенты должны знать, что онкологическое лечение, которое они проходят из-за рака молочной железы, снизит риск контрлатерального рака груди. И, как я уже говорил, мы не меняем таким образом выживаемость пациентки. Мы должны это доносить до пациента, что это связано также с первичным раком. Может быть, все равно, если имеются патологические мутации генов БРК. И мы знаем, что это гораздо более затратный метод с финансовой точки зрения, потому что онкологическая хирургия для одной груди идет, и профилактическая хирургия для другой молочной железы, и реконструкция обеих молочных желез. Решение очень сложно принять. Сложно его принять для хирурга, и сложно также принять его для пациентки. Очень долгое время это занимает. И я полагаю, что в тех случаях, когда преимущество неодевадного лечения выше, чем эффект опухоли, и если это небольшая опухоль, и если мы знаем, что нам не понадобится системного лечения после хирургического вмешательства, и если есть какие-то осложнения, тогда вы не откладываете системного лечения. Но неодевадное лечение также подойдет в этом случае, потому что нам нужно время, чтобы обсуждать это все с пациенткой, и также чтобы дождаться результатов генетического тестирования. Столько разных вещей вы должны обсудить с пациенткой. Преимущества, недостатки, все за и против. И в целом пациентка часто склонна преувеличивать преимущества этого метода и недооценивать риск хирургического вмешательства. Я обнаружил, что женщина с раком молочной железы задает огромное количество вопросов. Одна пациентка задала 99 вопросов. Представляете, на каждый ответ нужно несколько минут, но даже если по одной минуте, все равно очень много. То есть очень долго все это приходится обсуждать. И еще одно не совсем верное толкование этого вопроса заключается в том, что контролатеральная профилактическая мастертомия аналогична протезу, когда речь идет об увеличении груди. Прекрасные результаты, думает пациентка. Мы должны ей объяснить, что это совершенно два разных хирургического вмешательства. Двойная мастертомия, она не является рутинной практикой для одностороннего рака груди. Вот в правой молочной железе рак. Делать или не делать контролатеральную мастертомию, Это вот основной вопрос, основной посыл моей презентации. А ответ, может быть, кроется в исследованиях американского общества хирургов-онкологов РМЖ. Мы должны проводить контролатеральную мастертомию или билатеральную мастертомию с реконструкцией в случае патологической мутации генов брака с серьезным семейным анамнезом, но без тестирования генетического. И в случае, когда мы не можем проводить лучевую терапию и дольчатый рак у пациентов очень молодых. Редактор субтитров А.Семкин